Ну что, Эльзочка, снова зима? Зима снова, да? Ты гулять ходила? Нет, не ходила гулять еще? Нет? В лес. Вот у нас снова зима. Вот такая вот сегодня снега опять намело. Мог бы этот снег и подождать до Рождества. Потому что праздники у нас наступают. Ну, не подождал. Придется ехать на работу. Ну, посмотрим, какая дорога. Вроде как немного, но он такой твердый снег. Еду по дороге, где еще ни одна машина не ехала. Только кто-то там идет впереди. Минус 4. Вообще такой воздух хороший. Ну, пойдет снег. Теперь Мог чуть-чуть подождать. Вот буквально два дня. Чтобы не надо было уже нервничать ехать в такую погоду. Чтобы до этого дороги были хорошие, чистые. Дорога вот такая. Трасса в Ригу. Машин столько не могу выехать. Естественно, никто ничего не чистил. Две такие колеи. Двадцать первого двенадцатого двенадцатого двенадцать двадцать двадцать первого года. Один, два, два, один. Какое-то такое интересное кармическое число. Ну, ничего. Сегодня будет солнечный день. Я уже вижу. Что ничего страшного. О, снег убирают. Дворники есть, оказывается. Домики украшены. А в Риге холоднее, чем в Йормале. В Йормале сколько, я сказала? Было минус четыре с утра. В Риге минус восемь. Такой хороший зимний денек предвещает быть. Сегодня, наверное, много новостей будет. Чуть попозже вам расскажу. Ну, что, холодно сегодня. Минус семь сейчас в Риге. День солнечный. Еще впереди холодная зима. Какие у нас новости? Новости неутешительные. Наши ясновидящие, в кавычках. Ясновидящие наши. Предвлекают нам огромные цифры заболеваний. В январе три тысячи. В феврале пятнадцать тысяч. День. День. И новая волна нас накроет ровно через месяц. Так что, может быть, в месяц еще поживем как люди. Ну, а потом посмотрим. Ну, ясновидящие, конечно, им виднее. Буду им доверять. Поэтому сейчас проедемся со мной, покатаемся по магазинчикам. Что-нибудь еще купим к Новому году, к Рождеству. Заскочила в Лидл. Пока ничего интересного не вижу. Все это я уже видела. Вот ингалятор есть. Двадцать пять евро. Так, вот это тоже что-то интересное. Какой-то русковой комплект. Не знаю, для чего он нужен. Вот так, в принципе, все старенькое. Вернее, это я уже все видела. Сауна для лица. Интересная вещь, кстати. Двенадцать девяносто девять стоят. Веселенькие рубашки. Такая ткань. Хорошая, плотненькая. Стоят десять евро. Все размеры. Мне еще понравился комплект носков для женщин. Такие веселенькие. С снежинками новогодние. С пингвинчиками. Вот они какие. Здесь все с снежиночками. Красивые носочки такие. Здесь вот лежали. И здесь еще веселенькие женские пижамы. Темно-синего цвета и красного цвета. Тоже девять девяносто девять. Эти джинсы, они тоже интересные. Такие, знаете, новогодние. Праздничные. Красиво выглядят. Еще вот эти, но эти такие. Проще. Тоже стоят. Тринадцать девяносто девять. Очень классный джемпер для девушек. Просто шикарный. И знаете, в чем фишка? У Рудольфа Танос блестящий. Видите, как он? Слесит, сверкает. Вообще классный джемпер. Дядь, что ли, мне он очень понравился. Такой веселый. Я, наверное, возьму себе подарочек. Сделаю такой. Темно-темно-синего цвета. Это размер L. Так, еще я запала на халатики. Но вот эти красные, их тут поменьше. И уже все разворошили. Еще это мужской такой же, да. А есть и женский. Сейчас покажу, как он выглядит. А, вот красный, смотрите. Это платье, наверное. А, нет, это джемпер. Джемпер тоже красивый. Да, тоже красивый. Вот это красный. Вообще. Такой мягкий-мягкий флиз. Легкий-легкий. Пойду джемпер смотреть. Так, ищу такие джемпера. Классные. Качества, конечно, никакого. Но они симпатичные. И уже раздавали. Вот маленький. 34. Этот маленький, да. Лежит 34. Эти хорошие. Эти, мне кажется, платьные. А вам было бы у него красиво. Да, неплохо было бы, наверное. Но вот этот узор красивее. Кажется, этот? Да, этот красивее узор. Вот такой более... Не знаю. Этот короче, да? Этот длиннее, да? Нет. Они тут все короткие. А, это платье вот там платье. А этот длиннее джемпер. Вы думаете? Я думала, что он случайно слегка попал. Ну как? Это же вот эти тут все лежат. Какие вот эти вот они все лежат? Все равно тут они маленькие все. Вот, но этот короткий, смотрите. А этот длинный. Он прибежал из другой серии. И пока я стояла в магазин, и пока я там все рассматривала, вы видели, что я там рассматривала, пошел вот такой красивый снежок. Так что пора ехать домой и отдыхать, примерять покупочки. Мы с этой женщиной там чуть ли не сдружились. Она тоже все это рассматривала. Все те же самые вещи, что и я. Вот, мы с ней обсуждали. В итоге, не знаю, что она взяла. Но я взяла вот халатик. И взяла... Что я еще взяла? И джемпер. Ну, так, знаете, для настроения. Если честно, как бы, вещи такие не самые необходимые. Но для настроения я хотела что-то взять. Ой, все, пора ехать домой. Пока дороги совсем не замело, не засыпало. Вот такая красота. Ой. Ой-ой-ой. Так, я попала в небольшую пробочку. Тут медленно очень двигаемся. Не знаю, в чем там дело. Пока едем в этой пробочке, расскажу, какие у нас юрмальские новости. А юрмальские новости у нас такие, что у нас собрались наши, опять же, ясновидящие принять поправки к закону, для того, чтобы им была возможность приватизировать дюны в юрмале. Я вот думаю, для чего они принимают эти поправки к закону. Кто будет приватизировать дюны, наверное, те, кто принимают эти поправки, те и будут это делать. Что это значит? Это значит то, что, видимо, мы не сможем так спокойно теперь пройти на пляж к морю. Наверное, нужно будет или платить, или вообще закрытая территория будет частная. Невозможно будет пройти, попасть. Особенно, наверное, в центре города, Майери, Дзинтари. Ну, Каугари, наверное, первое время не будут приватизировать. Скорее всего, центр города. Ну, будем надеяться, что на Каугари, Кемери мы сможем подойти к морю свободно. Вот такие у нас времена настали. Все так меняется на глазах просто. Наверное, скоро начнут море приватизировать. Ну, поживем увидим. Так, еще одна пробка. А снега все больше и больше. Ну, надо удачно домой доехать. Завтра на работу не нужно. Хорошо запаслась продуктами в Лидл. И можно будет перезимовать эти дни, потому что завтра не нужно на работу. Вернее, работа она будет. Но переходим на удаленку. О, как сыпет. Вот это да. Вот это настоящая зима. Так резко поменялась погода. Было солнечное. Ну, все, наконец-то я проехала этот опасный участок. Где-то минут 20 по объездной Йормальской дороге. В общем, если бы я знала, что такая дорога будет, я бы, наверное, через город поехала. Вообще просто вот навстречу метет эта пурга. Вот здесь, кстати, меньше у нас. Я уже по проселочной дороге еду. Здесь как-то меньше метет. Вот здесь уже не страшно. Особенно самая такая жесть, когда проезжает встречная фура. Ой, а это кто тут едет у нас? Кто-то тут у нас едет. Ага, я поняла. Какая-то машина очистительная. Ну, так вот. Она эта фура встречная. Это просто вот это все вихо и такой подымается снежный. Все летит. Ничего не видно белым-белом. В общем, жесть. И самое интересное, что никто меня не обгонял. Ни одна машина меня не обогнала. Я ехала максимум на 40... Ой, на 40. Боже, ну на четвертой скорости, да. Максимум на 70 километров. Ой, в общем, все. Слава богу, доехала. Вот, удачно. Все, всем пока. До новых видео.